Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Мария Великотная. И сегодня я делаю обзор семян. Предвижу ваше удивление, мои милые садовницы. В то время, как у вас подрастает рассада, я только делаю обзор семян. Но поверьте, у меня для этого есть три низкие причины. Причем одна вытекает из другой. Ну, первая причина это та, что я покупаю семена только тех, только тех цветов, которые сразу можно высевать в грунт. А почему я это делаю? Это вторая причина, потому что я свой сад позиционирую как сад для ленивых, если вы вспомните мои предыдущие видео, или как сад для занятых людей, что сейчас очень популярно во всем мире. Проще сказать, сад, который требует наименьших вложений, как физических, так и бюджетных. А третья причина это та, что у нас в Подмосковье мы высевать будем семена где-то в конце апреля, в начале мая. Я везде следую этому принципу. Как можно меньше вложений, но как можно больше красоты. Сегодня я делаю обзор на однолетников. Это группа растений, в которую я безумно влюблена. Они хороши буквально всем. Их можно высевать, высаживать везде. И по декоративным качествам делятся на красиво цветущие. Агератум, Питоний, Сальвий, Бегоний. И декоративно-лиственные. Кохия, Перилы, Колюс, Мерария, Приморская и так далее. И вьющиеся. Фасоль огненная, душистый горошек и помея кобея. Самые благодарные. И, кстати, те растения, которые мы высеваем в грунт, они самые выносливые. Работая в большом спортивном комплексе в Лужниках, мы огромные площади сеивали именно однолетниками. Например, тагетисом всегда выручали, они были надежные. И всегда создавали прекрасный декоративный эффект. Как и любая творческая натура, у меня очень часто меняется настроение. И мне однолетники очень помогают. Например, за прошлом году я решила все делать в голубом, синим и фиолетовом цвете. На следующий год я могу сделать все в красном цвете, подобрать растения красного цвета. В этом году я решила сделать акцент на желто-оранжевую тематику. Но темно-фиолетовый и голубой, которые у меня и помея куплена, они будут оттенять эти цветы и придавать им больше красочности. Потому что один только оранжевый цвет, но это тоже скучновато. Очень люблю еще те сажать, которые не только красивы, но и которые полезны. Тагетис – это совершенно незаменимые цветы от нематоды. Вы знаете, иногда вдруг мы замечаем, что с садом происходит что-то неладное. Молодые деревья плохо растут и развиваются, иногда гимнут по непонятным причинам. Декоративные овощные растения тоже явно чем-то угнетены. И часто это бывает причиной нематоды. Так вот, если нематоды появились, то бороться с ними очень сложно. Эффектных химических средств, не опасных для растения человека, не существует. Лучше всех с корневыми нематодами могут бороться именно бархатцы или тагетис. Во время роста их корней выделяют в почву теофен, вещества, обладающие нематодцинным действием. Вот в Голландии, например, в питомниках, большие территории засевают бархатцами специально для того, чтобы очистить уже зараженные нематодами участки. Я бывала и в Виландрии, вы знаете, это огромный такой декоративный огород во Франции, который вот куда съезжаются миллионы-миллионы людей, чтобы полюбоваться его красотами. И там я замечала, что как раз вот в огороде всегда присутствуют бархатцы. Про то, что бархатцы борются с нематодами, я вам уже сказала. Сушеные в стадии полного распуска, эти цветки издавна пользуются успехом при приготовлении мясных блюд. Что мне очень важно. Ну вот, вы видите, здесь настурцию, которую я купила совершенно различную, но вся она, в общем-то, низкая. И почему я вот, например, выбрала настурцию? Я выбираю растения не только по красоте, не только за то, что их там удобно, сразу можно сеять в грунт, но еще за то, что их можно есть. Ну, например, настурции съедобны все части растений, и листья, и цветки, и плоды. Листья используют в летних салатах, плоды консервируют. Но самая деликатная часть настурции – разнообразные окрашенные цветки, которые по вкусу напоминают одновременно икре-салат, и листовую горчицу. Календула. Мои любимые бархатцы или тагетиска. Ну, вы знаете, что календула, во-первых, это очень хорошее лекарственное растение. Цветки календула обладают приятным свежим ароматом и слегка перечным вкусом. Они сочетаются и с сырами, и творогом, и кладут в салаты, десерты, мясные блюда. Это мои самые любимые растения. Я купила лимонного цвета бархатцы, отклоненные алюмио, называется ванилокрем. Вот и помея, которую я приобрела в этом году. И вот еще и синий цвет. В этом году я приобрела и георгин, и веселые ребята, которые я попробую высевать семенами. Я еще никогда их не высевала. И приобрела в дополнение еще тоже однолетники. Это матиола седая. Очень приятный запах от нее по участку разливается. И для меня вот этим ценно это растение. Ну, вот это мой краткий экскурс. До свидания. Всего вам самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok